Галдамус и юр, югэдэсдум субус! Галдамус и юр, югэдэсдум субус! Очередная, 12-я по счёту, ярмарка вакансий прошла в Ивановском государственном химико-технологическом университете. Представители десятков предприятий со всей России, причём не только химического профиля, приехали в наш город за молодыми специалистами. Гости презентовали свои предприятия, студенты выбирали. Здесь выпускают высококвалифицированных специалистов, которые используются на нашем производстве. Тем более, что сейчас у нас идёт расширение производства, нам требуется на пилотные линии, на новые наши направления работы, новые дополнительные специалисты, и поэтому мы здесь, в Иваново. Подготовка замечательная. Во всяком случае, лучше, чем конкурирующий вуз Санкт-Петербургский. Приезжали к нам студенты Санкт-Петербургского вуза. Подготовка студентов ИГХТУ значительно лучше. Мы хотим молодые головы на наше предприятие. А именно, мы рассматриваем такие специальности, как инженеры СУТП, химики, ну и, конечно же, технологи. Упустяки и университеты действительно востребованы, и они составляют основу инженерного корпуса химических предприятий России. За годы своего существования ИГХТУ подготовил более 40 тысяч инженеров, тысяч кандидатов в наук и 150 докторов наук. Обучение студентов осуществляется по 26 специальностям, 13 направлениям балаковариата и 4 направлениям магистратуры. Выбирать студентам Ивановского химико-технологического действительно есть из чего. Например, подмосковный город Фрязино активно развивается как Наукоград. Кондитерское предприятие из Владимирской области Феррера Руссия имеет филиалы по всему миру. На комбинате из города Волхова Ленинградской области Метахим действует специальная программа поддержки молодых специалистов. Предприятие из Великого Новгорода Акрон обещает не только быстрый карьерный рост, но и серьезную социальную поддержку. Впрочем, быстрое продвижение по службе, хорошая зарплата, полные социальные пакеты, благоустроенное жилье – это уже стандартный набор того, что предлагают выпускникам Ивановского химико-работодатели. По всей России настоящий кадровый голод на квалифицированных молодых специалистов. И работодатели готовы платить. Самые минимальные условия, которые предлагаются студентам, это зарплата начинается от 30 тысяч рублей. При этом жилье предоставляется, комфортабельное жилье, либо гарантируется съем квартиры. В рамках ярмарки вакансий в химтехе прошли презентации предприятий для выпускников органических и неорганических, механических и пищевых специальностей. Работала конференция образования «Занятость карьера». Состоялось межрегиональное межотраслевое совещание по проблемам внедрения федеральных образовательных стандартов и государственной аккредитации вузов. В рамках студенческого конкурса своей презентации гостям представил лучшие будущие химики. Например, Анна Никонова занимается научными исследованиями в Ивановском академическом институте химии растворов, а Руслан Галиев готовится стать специалистом по химическим технологиям. На нами были опубликованы статьи, тезисы, за что я получил грант университета нашего ИГХТУ. И помимо этого я занимаюсь общественной деятельностью активно, что тоже является фактором для получения стипендий. «Наука, она позволяет открывать, позволяет создавать, позволяет творить, и это незаменимый опыт, опыт общения с профессорами, опыт выступления на конференциях международного уровня. Это самое, наверное, интересное занятие для меня сейчас». Будущие специалисты по пищевым технологиям по традиции представили участникам и гостям ярмарки вакансий свои вкусные, приготовленные по последним достижениям науки и разработки. Все представленное на кулинарном конкурсе можно было не только продегустировать, но и дать свою оценку. «В этом году мы хотим презентовать технологию нашего обучения в концепции STEAM. Это Science, Technology, Engineering и Mathematics. Эта концепция получила широкое распространение во всем мире». «Мы представили свои такие тарталетки, наполненные жидким шоколадом с фундуком и посыпанные тертым шоколадом. Очень вкусно. Потом мы предоставили еще печенье, покрытое вареной сгущенкой, также арахис жареный и все это покрыто жидким шоколадом». Рецептура всех представленных блюд рассчитывалась по математическим формулам. Кулинарный конкурс проходил в четырех номинациях. За научные разработки дегустаторы голосовали синим цветом, за технологии – зеленым, за инженерию – желтым, за математику – голубым. «Сейчас математические модели используются фактически везде, в том числе и для расчета рецептур, для расчета различных процессов, которые будут протекать при приготовлении пищи, для расчета выхода готового продукта». «Как никогда широко участвовали в ярмарке вакансий предприятия нашего региона. Нынче их количество достигло 20. Это не только пищевые и химические производства, но и текстиль, фармацевтика, домостроение». «В этом году очень много ивановских предприятий пришло к нам на ярмарку. И очень много заявок мы получили от Ивановского региона. Это, как для каждого патриота Ивановской области, очень приятно. То есть у нас не просто живет наша промышленность Ивановская, а действительно она развивается». «В Ивановском химтехе сформирована стройная система профессиональной подготовки студентов. Важная ее составляющая – производственная практика на перспективных предприятиях». «50% тех ребят, которые проходят практику, потом к нам трудоустраиваются. При этом имеют очень достойную заработную плату, хороший социальный пакет и очень большие перспективы на будущее. На сегодняшний день на нашем предприятии очень много начальника цехов, главных специалистов, главный инженер, заместитель директора по развитию – это выпускники этого университета». «Мы принимаем ребят на практику с Ивановского государственного химико-технологического университета. В прошлом году к нам приезжали четвертый курс, проходили технологическую практику. В этом году ребята пятого курса проходили преддипломную практику. В июне у них защита дипломов. И мы надеемся, что они придут к нам на предприятие, трудоустраиваться, так как на предприятии у нас уже который год действует программа для молодых талантливых специалистов». «Осенью, зимой, буквально каждую неделю к нам приезжают крупные компании, которые просто пока рассказывают о себе. И ребята выбирают, а куда я поеду на практику. Практики у нас оплачиваемы. Абсолютно каждому студенту есть место на выездной практике». «Всего Ивановский химико-технологический имеет договор о сотрудничестве более чем со ста промышленными предприятиями, в том числе и научно-исследовательскими, и оборонными. В контрольных цифрах бюджетного приема на этот год есть в частности заявки от «Росатома». Сотрудничает Ивановский химтех и с предприятиями зарубежья. «Работа дателей – это не только российские предприятия, и немало выпускников нашего университета работают за рубежом. И, в общем-то, этот процесс идет довольно активно, и мы считаем, что мы в этом плане должны и в этом должны помогать им. Поэтому для развития науки, для развития образования в университете мы активно используем наши международные связи». «Молодым специалистам, ну, во-первых, чистые, уютные, оснащенные рабочие места, стабильную заработную плату, обучение, обучение профессиональное, обучение иностранным языкам, а также возможность карьерного роста в нашей компании, посещение зарубежных стажировок». «Институт дополнительного образования, который совсем недавно появился в структуре нашего университета, в прошлом году стал членом Международной ассоциации непрерывного образования. В этом плане мы заключили договор о сотрудничестве с Московским госуниверситетом, с Американским университетом бизнеса. «И вот это все нам помогает, то есть вести подготовку не только по ФГОС, как сейчас вот в России, но и с ориентацией на потребителей, работодателей, которые находятся ли в Европе или в Америке. В прошлом году мы начали, впервые начали выдачу так называемого диплома «саплемент». Это диплом европейского образца». В Ивановском химтехе работают так называемые базовые кафедры, которыми руководят и читают лекции директора и специалисты ведущих российских предприятий. Они же участвуют в работе дипломных комиссий. «Такой вот агломерат большой, когда работает каждый преподаватель, когда работает заведующий специальной кафедрой, когда ему помогает региональный центр содействия трудоустройства при Ивановском государственном химико-технологическом университете, позволяет нам гарантировать трудоустройство для каждого, кто хочет работать». Ситуация такова. Ивановский химико-технологический университет все больше становится востребован не только промышленностью и наукой, но и государством. Свидетельство этому – увеличение в нынешнем году бюджетных мест по балаковариату, магистратуре и аспирантуре. Как сообщил нам ректор ВОЗа, соответствующие контрольные цифры приема уже получены. Еще одна интересная, на наш взгляд, информация. «Мы уже объявили набор на два новых направления подготовки. Одно связано со внешнеэкономической деятельностью, а второе – технологии проработки нефти и газа. Я думаю, что эти направления вызовут интерес юбитуриентов, гусековой школы и их родителей». Субтитры создавал DimaTorzok